В этом учебном году музей Брест-театральный решил немного изменить формат своих традиционных выставок. В рамках нового проекта, который называется «Непридуманные истории, рассказанные чемоданчиком», сотрудники музея выезжают в детские сады и школы, чтобы продемонстрировать имеющиеся экспонаты и рассказать об истории их возникновения. В минувшую пятницу чемоданчик рассказывал истории традиционных кукол-оберегов в детском саду номер 19. Все дело в том, что мы часто делаем выставки на базе музея, но это помещение большое, то есть выставки должны иметь определенное количество экспонатов, то есть, допустим, большой объем работы. А у нас в фондах есть материалы, есть вещи, которые собираются на такие маленькие мини-выставки, которые для большого помещения не подходят, а вот в качестве выездных они очень вполне. Издревле в каждой семье умели крутить не менее 30 разновидностей кукол. И это была не просто игрушка, а оберег и талисман, призванный охранять своего хозяина. Дети, которые занимаются в кружке при музее, воссоздали несколько десятков традиционных кукол. При их изготовлении были использованы только натуральные материалы, которые могли быть и много веков назад. Мне всегда интересна наша традиция и что было до наших дней. Ну, а куклы, мне они просто нравятся с самого детства. Эта кукла называется «Венчик благополучия». Ее выполняли на Рождество, а вечером перед Рождеством зернышки выкладывали и утром уже завязывали их в мешочки. Выездная выставка, посвященная куклам, стала подарком для ребят и вызвала настоящий ажиотаж. Еще и потому, что любой экспонат можно было взять в руки и проверить, насколько качественно он сделан. А потому сомневаться в правильности выбранной формы экспозиции не приходится. Именно благодаря такой игровой форме подачи информация, даже самая серьезная, легче воспринимается и усваивается дошколятами и школьниками. А потому чемоданчик ждет новых путешествий и готов рассказывать истории новым слушателям.